здравствуйте дорогие товарищи сегодня мы с вами разберемся как же создать презентацию в google слайд для этого мы должны зайти в аппликации google набирая в поиске google drive google drive или google диск заходим или туда или сюда у вас для этого должен быть открытый аккаунт в google то есть вы должны иметь какой-то gmail у меня он уже есть поэтому заходим как вы видите здесь у меня определенный есть порядок тоже бы советовал бы вам наводить порядок своих папках просто разбросанные файлы потом очень трудно идти делается это очень просто правой кнопочкой на свободном месте создать папку давайте ее каким-то именем опять же правой кнопочкой изменить ей цвет сделать вот и вот таким цветом и и тогда в этой папочке мои работы до папочку можно переименовать назвать ее сейчас тест и вот в этой папочке мы будем работать нажимаем кнопочку создать и идем google презентации или google слайдс если у вас английская версия программы что мы с вами можем выбрать мы можем использовать шаблон или можем создать пустую презентацию шаблонами мы не будем сейчас заморачиваться потому что после того как вы сможете создать презентацию с нуля с шаблоном будет гораздо легче это понять нажимаем создать пустую презентацию получаем вот такое вот окошко в принципе в котором нет ничего здесь вы также можете пойти сразу открывается справа темы вы можете выбрать ту тему которая вам нравится что такое тема тема задает вам заранее шрифт который вы будете писать и какие-то цветовые характеристики каждый следующий слайд который вы откроете он будет в таком в том стиле в котором автор задумал нам с вами это сейчас не интересно мы с вами учимся создавать все с нуля чтобы не прилипать к чужим и к чужим идеям и то есть мы возвращаемся назад ставим это на пустую с вами пустую презентацию и что мы с вами можем сделать давайте удалим все абсолютно не нужно мы все будем создавать с нуля сейчас у нас есть абсолютно чистый чистый ровный бланк мы с вами должны понять что для того чтобы не бояться пользоваться google слайдс или google презентациями надо не бояться пользоваться правой кнопкой мышки правая кнопка мышки дает по огромное количество опций наводим мышку на пустое пространство даже на пустое пространство на нашем слайде и получаем следующие следы следующий вариант во первых можно выбрать макет но у нас нет макета то что мы не сам и не создали здесь ничего мы можем давайте начнем с того что мы с вами меняем фон получаем вот такую вот картиночку с фон мы с вами можем поменять на какой-то соли конкретный солидный цвет то то есть вот так вот фон может быть также градиентом что-то градиент это изменяющийся от одной точки к другой и тон тон цвета и или силы и силы цвета в данной ситуации это радиальный градиент то есть от центра к краям изменяется интенсивность нашего цвета и таким образом получаем такого рода вот виньетирование то что называется тоже в некоторых вариантах оформления это бывает очень мило также у нас есть интересная возможность на любом этапе вы можете нажать кнопку восстановить и все возвращается назад если вы переиграли с фонами и запутались всегда можете вернуться назад мы также можем вставить изображение откуда можем ставить изображение во первых можем взять его из компьютера мы можем снять себя на камеру тогда компьютер требует доступ к вашей камеры вы можете вставить url url это если у вас есть картинка которая лежит где-то в интернете у вас есть ее адрес также вы можете использовать фотографии из ваших фотографии вы можете использовать google диск то есть допустим давайте пойдем в мои files и вот у меня тут есть одна картинка сейчас мы с вами посмотрим очень интересную вещь которую мы с вами договоримся никогда не делать когда вы выбираете картинку вы должны понимать что разрешение то есть резолюция как правило 16 к 9 то есть 16 по горизонтали и 9 по вертикали в тот момент что мы с вами берем квадратную картинку она автоматически растягивается и мы с вами этого делать не будем поэтому с вами всегда будем пользоваться картинками которые более или менее подогнаны под формат фона сгорю восстановить все ушло и говорим выбрать изображение мы идем с вами google поиск картинок вот это тоже очень интересная опция например мы с вами говорим в поиске background background он нам дает кучу каких-то непонятно где сидящих бэкграундов мы говорим хочу вот этот вставка бум и у нас есть бэкграунд который вы только что скачали с интернета причем даже не встали со стула с одной стороны это очень прикольная опция с другой стороны у вас всегда есть возможность проснуться утром открыть вашу презентацию и увидеть здесь пустое место потому что владелец данной картинки допустим удалил ее или изменил параметры доступа к ней или изменилась ссылка на сайт то есть он мог ее сдвинуть и так дальше поэтому всегда советую вам не пользоваться этой опцией а найти нужную картинку в интернете скачать себе в компьютер и воспользоваться опцией загрузки этой картинки выбрать изображение мы говорим добавить скачать эту картинку себе в компьютер забросить ее через поле добавки и тогда она уже будет ваша тогда она уже будет находиться на google drive давайте сейчас с вами так и поступим выложил на рабочий стол беру ее тащу и сюда сбрасываю бум и картинка уже у нас загрузилась и стала фон допустим мне она нравится и допустим мы хотим этим пользоваться теперь если я создаю следующий слайд пишу новый слайд он создаст его в том же шаблоне который был изначально то есть в пустом и это нам с вами не нравится мы хотим чтобы допустим мы выбрали этот фон допустим он нам дико нравится и мы хотим чтобы этот фон всегда оставался с нами что мы с вами делаем и заходим опять в изменить фон и говорим применить ко всем бум теперь я говорю создать новый слайд и новый слайд уже будет возникать с этим фоном причем независимо от того какой макет я выберу для этого для этого слайда такой ли такой ли такой ли фон всегда будет переноситься с ними это очень удобно то есть вы меня спросите а что еще сделал как я выбираю следующий слайд я нажимаю правой кнопкой опять же та же волшебная наша правая кнопка на нашем слайде и выбираю изменю выбрать макет здесь у нас есть титульный слайд название раздела заголовки текст один столбик допустим мы с вами хотим создать пустой почему потому что мы с вами все создаем с нуля и хотим сейчас мы с вами займемся первым слайдом давайте за на втором слайде мы сделаем допустим отрывок на начало как мы это делаем google очень удобный и понятный интерфейс пойдет верхнюю линейку говорите текстовое поле текстовое поле вы взяли добавили и говорить от отрывок на начало а здесь будет сам отрывок здесь у нас будет сам текст смотрим на то что мы с вами сделали некрасиво правильно ну во-первых лучше написать через большой буквы отрывок начала некрасиво почему некрасиво ну потому что как не оформлена как мы можем обрабатывать наш текст наш текст обрабатывается тем же самым способом как и в обычном документе world только прикольней во первых google дает нам просто офигенные фанты таби таби шрифты например вот мне лично очень нравится вот это семейство ну не то она дает от самого тонкого до очень жирного и сочетание этих двух вариантов одного шрифта на одной странице может быть очень очень красиво когда например заголовок жирные а под заголовок очень тонкий ну допустим здесь мы идем консервативно отрывок начала увеличиваем сам шрифт выбираем здесь цвет мы должны понимать что цвет должен быть читаемый то есть если мы хотим цвет какой-нибудь темный на темном фоне то лучше за ним положить подложку сейчас мы с вами поговорим как это делается или допустим выбрать даже вот такой вот белый да и тогда таким образом мы допустим хотим сдвинуть отсюда и вроде бы как она становится понятным да то есть почему так отрывок начала вы сами понимать мы можем выравнивать справа налево слева направо теперь давайте все-таки сделаем цвет текста каким-нибудь таким читабельным на любом фоне сделаем выравнивание посередине и попробуем выровнять сам текст то есть сейчас у нас где-то справа вы можете взять вот так вот его за гриву и тащить теперь смотрите в какой-то момент у вас появляется такая красненькая полосочка это говорит о том что вы посередине точно так же происходит когда вы выравнивать его посередине но можно то же самое сделать гораздо проще опять же наша волшебная правая кнопка прямо на этом заголовке и цены простите центре центрировать по странице по горизонтали бум центрирует по странице по вертикали бум и он вас ровно посередине и ничего и никуда не надо таскать но опять же для отрывка для начала нам это не нужно мы его поднимаем наверх я бы все-таки да сдвинул влево просто показал вам как это делается здесь у нас есть еще один текстовый блок сюда мы добавляем какой-то текст которым будет какой-то отрывок какого-то из наших мудрецов пока что мы просто добавим рандомальные буковки просто чтобы что-то здесь было и давайте попытаемся тоже это оформить когда у нас текст лежит просто так это каким-то образом не интересно что мы можем с вами сделать мы можем ставить изображение но еще раз не надо очень много изображений и очень много дизайна на дизайне как правило очень утомляет в конечном итоге наша с вами цель чтобы наши товарищи прочитали тексты чтобы было приятно глазу и чтобы было все как бы все хорошо только сейчас пока мы с вами говорим понимаешь у красный к этому золотому совершенно не подходит тема цветов это вообще отдельная тема в оформлении но на вкус и цвет как говорится товарищи не знаете что давайте оставим это вот таким плохо видим сейчас мы с вами поговорим как можно выделить плохо видимость плохо видимый цвет и пока что попытаемся оформить вот этот текст ну во первых еще раз этот фонд который называется ареал он самый скучный самый неинтересный когда всегда прикольнее пользоваться каким-то более более симпатичным фонтами теперь давайте сделаем к некую подложечку под на под наш текст чтобы наш текст выглядел более выделены более солидным у вас есть такая штуковина называется фигура то есть если в английском варианте это edge и нажимаете и он говорит какие фигуры вы хотите ну допустим я хочу вот такой вот вот прямоугольничек такой который с такими вот уголками да опять же я могу выровнять руками вот я его поставил на середину а могу точно по такому же принципу как мы обсуждали про текст центрирует по странице по горизонтали центрирует по странице по вертикали каждый раз когда вам это показываю речь идет о правой кнопке нажимая по нему еще раз 5 правой кнопкой во первых вы всегда можете изменить саму фигуры тоже жутко удобно то есть допустим вы сделали квадратик такой он вам перестал нравиться и вы хотите сделать как выноска допустим чтобы он там был с каким-то там хвостиком внизу теперь мы с вами хотим двинуть его на задний план переместить да я извиняюсь некоторые задержки у меня изначально это было в английском варианте непонятно на родном языке так все это видит в это нажимаете кнопочку переместить и говорите переместить его или на задний план или назад на задний план это он сдвинет его на одну позицию назад назад он сдвинет если допустим вас очень много элементов он сдвинет его поставит в самом конце у нас с вами всего два элемента поэтому все это не имеет никакого значения и теперь мы с вами хотим отформатировать наш наш текст давайте сделаем так чтобы текста было много что-то например из статей рабаша вот мы взяли кусочек статьи рабаша и вот таким образом она у нас легла на нашу подложку некрасиво правильно что мы можем начали во первых надо подогнать подложку под как вы видите все абсолютно свободно регулируется очень 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 просто все это редактируется подогнали но все мог текст кажется каким-то большим здесь мы всегда можем его на один пунктик уменьшит но мы всегда с вами помним что ребята должны читать вас экрана и поэтому если текст очень большой то лучше все-таки увеличить подложку а как мы это делаем кликаем по ней левой кнопочкой так вот увеличиваем и не забываем после этого естественно как всегда центрировать да потому что центровка ее сдвинулась центрирует горизонтали по вертикали головок мы сейчас вами откорректируем хотя в принципе заголовок на фоне подложки тоже прикольно вот у нас получилась такая вот штуковинка но все равно до сих пор как-то она вот не то да не то вот что-то вот не не хватает на в этих буковках да давайте посмотрим что мы еще можем делать с текстом текст можно навести на него мышку и опять же правой кнопкой можно попросить наш уважаемый google дать нам возможность но во первых можно анимировать поэтому говорим попозже этому поговорим на первой странице если вы уж хотите совсем что-то сделать фантастическое мы с вами говорим пока про очень простые вещи мы говорим про параметры вы спросите до параметры форматирования нажимаем правой кнопочкой и параметры форматирования прекрасно что мы можем с вами форматировать нас с вами интересует например такая вещь как тень до drop shadow что такое тень тень это когда дублируется этот текст и как будто бы он отбрасывает тень у него есть различные параметры да я понял что я нажал на тень на самой коробочке они на текст ну давайте посмотрим на самой коробочке как это делается расстояние угол то есть откуда падает свет прозрачность то есть вы можете совершенно жесткую такую тень сделать не рекомендовано лучше делать с определенным размытием есть радиус размытия когда вы делаете большой радиус размыть это по сути вместо тени вы получаете какое-то грязное пятно поэтому здесь во всем должна быть своя логика тень всегда можно сделать посветлее но как правило тень темная да пусть тень слова темный теперь давайте вернемся к тексту и сделаем то же самое сделаем тексту тень бум что мы получили мы получили какое-то определенное с одной стороны интересный эффект с другой стороны как будто бы грязный потому что черная тень от черных букв это всегда непонятно а если мы с вами возьмем теперь и буковки сделаем посветлее не знаю того то но все золотое давайте желтеньким сделаем а тень будет черная стало гораздо интересней но что у нас произошло и у нас с вами теперь фон совершенно нам никаким образом не подходит тогда мы с вами идем выбираем более темный фон ну допустим вот что-то такое вот такой синеватенькой да там как она тут бум стало интересно нет здесь намека на украинский флаг не подумайте это никакая не пропаганда это просто так получилось давайте чтобы все было интернационально выберем здесь какой-то какой-то более нейтральный цвет то хотя бы даже и так вот смотрите то есть когда два цвета одного одного оттенка то есть один светлый один темно это вообще идет прекрасно причем заметьте если мы сейчас с вами убираем тень бум то становится скучнее да тень дает какого-то такое подсвеченности и благородство теперь давайте займемся тем вопросом отрывка до начала да то есть мы можем группировать наши элементы то есть мы проводим мышкой по двум элементам и мы можем их двигать вместе уже да то есть когда мы уже их оцентровали чтобы у нас не надо было центровать их один относительно другого идем к отрывку на начало и говорим что мы тоже хотим с ним что-то сделать что мы можем сделать отрывком начал но первых можем выбрать какой прикольный фонд для того чтобы для того чтобы было как-то интереснее есть старое доброе правило что очень много фонтов на одной странице это очень пошло даже был такой старый старый мем еще до того как возникли соцсети которые вы сейчас видите на экране мы с вами не должны дойти до этого ну самое простое пользоваться опять же фондами того же того же семейства только более жирными вопрос жирности это вопрос вкуса и поэтому каждый будет выбирать себе то что ему нравится отрывок на начало опять же как мы видим оранжевенькая здесь совершенно никуда не подходит но мы с вами тоже можем добавить во первых тень бум и сразу же все стало гораздо более читабельными да то есть мы можем уменьшить радиус размытия изменить угол и все становится гораздо 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 более читабельным особенно если мы изменим прозрачность да то есть и вместо мрачного черного можем сделать что-то такое более нет красное нам дает размытие нет пожалуй здесь нельзя мудрость от лукалу или второй вариант просто убрать все эти все эти тенюшки и все эти прибамбасы и просто сделать его нормальным темным цветом ну например такого же цвета как и ваша подложка чтобы не было слишком много цветов в этом тоже есть своя своя дизайнерская прелесть да какие еще у нас эффекты здесь есть есть эффект отражения может быть вам когда-нибудь он понадобится здесь вот я нажимаю вы видите что как как бы наше наше изображение отражается вы можете менять его размер вы можете менять его расстояние то есть насколько близко или далеко над источника прозрачность то есть размытость размер это собственно та часть то есть как правило когда объект отражается он не отражается весь то есть мы с вами прекрасно понимаем что в отрывке в начало нет никакого места данному эффекту ну допустим вот так мы с вами что-то сделали что-то у нас получилось очень хорошо давайте вернемся к нашему заголовку и попробуем сделать заголовок как-то интересно текстовое поле добавляем произвольном месте потому что мы помним с вами что всегда можно отцентровать проблем с этим не будет и убираем все лишнее чтоб нам не мешало пишем здесь встреча десятки 613 будем надеяться что скоро у нас будет десятка 613 же у нас будет много и мы будем вместе центруем текст по по центру выделяем текст увеличиваем шрифт меняем наши шрифт ну допустим на такой меняем цвет нашей надписи кстати можно сделать и под подсветку текста но это не очень красиво если честно это лучше больше подходит для больше подходит для лайнапов поэтому вот этой кнопочкой как бы и вот она цвет фона текста надо пользоваться осторожно выбираем цвет текста вот я выбрал слишком светлый естественно он не читабельный ну пусть будет так пока сегодня фантазия не особо помогает и да и у нас есть с вами встреча не посвящена самому дизайну посвящена именно технической стороне работы с google презентациями ну пусть будет так встречи десятки 613 же добавляем еще одно текстовое поле ну допустим любви к ближнему опять же центруем текст по центру меняем на какой-нибудь шрифт который нам нравится любви к ближнему увеличиваем как насколько мы хотим увеличить меняем цвет как мы хотим поменять цвет теперь давайте немножко поговорим о анимации очень напрашивается еще одно текстовое поле допустим добавить здесь просто дату по той простой причине что просто слишком много свободного места опять же это тоже вопросы вкусовщины каждому нравится то что ему нравится мне не нравится как то есть слишком много свободного места поэтому допустим добавим сюда дату сказать что это какая-то красота неземная нельзя но для нашего сегодняшнего примера вполне вполне сойдет и теперь мы с вами хотим попробовать анимацию текста зачем она нужна если честно не очень понятно учитывая что мы с вами опять же не занимаемся презентациями для коммерческих клиентов которых надо поразить какими-то эффектами но может быть вы захотите порадовать ваших товарищей захотите анимировать нажимаем кнопку анимировать и что у нас здесь происходит вы можете выбрать следующие параметры как как это будет наплыв затемнение слайд справа слайд слева переворот куб галерея ну собственно само по себе она все понятно как это происходит ну допустим слайд справа воспроизвести упс и это наш весь слайд въезжает справа да то есть говорим у стоп наплыв воспроизвести и весь слайд как будто бы всплывает из темноты все понятно теперь мы можем применять это ко всем слайдом то есть каждый следующий слайд будет заходить с такими с такими параметрами а можем в принципе они анимировать исключительно какой-то отдельно взять взятый объект то есть мы говорим добавить анимацию только к к этому объекту то есть это может быть по щелчку после предыдущей одновременно с предыдущей то есть когда происходит эта анимация когда предыдущая уже отработала или когда вы клацали пальцем когда вы демонстрируете вы клацали мышкой по по объекту также это может быть по абзацу то есть когда анимируется не все слова они анимируются абзацы когда возле на текст это кстати может быть очень интересно вот в этой ситуации когда текст появляется давайте попробуем добавить анимацию и мы говорим из-за темнения по щелчку по абзацу и мы говорим воспроизвести пожалуйста по конечно же ведь я сам сказал по щелчку и забыл и забыл щелкнуть говорим стоп теперь мы говорим не по щелчку о после предыдущей воспроизвести ups и она автоматически то есть вы перелистнули страницу и у вас красивенько так абзац за абзацом выкладывается ваш текст что еще мы можем с вами сделать в рамках нашего слайд-шоу мы можем добавить еще видео да мы говорим новый слайд он добавляет нам естественно пустой слайд и мы с вами сейчас его создадим как всегда с нуля то есть вот для видео мы создадим двойную подложку двойную подложку из вот таких вот квадратиков первый квадратик и без разницы что не отцентрованные сейчас мы с вами знаете что отцентрую центрирование по горизонтали центрирование по вертикали цвет нас тоже пока не интересует сейчас мы с вами займемся цветом и мы с вами добавляем и еще один еще один шейп точно такой же только чуть чуть поменьше вот такой вот допустим квадратик который пониже мы оставим светлым а квадратик который повыше мы решили сделать каким-то более веселеньким хотя бы вот таким или даже может быть вот или даже здесь мы с вами выберем градиент просто так его не будет видно почему сейчас выложим видео и все сразу исчезнет но просто так чтобы было и вот у нас получилось такие две рамочки то есть рамочка рамочка для видео и у нее есть своя рамочка теперь что мы с вами можем сделать мы с вами можем внешней рамочке добавить тенюшку как мы это делаем добавляем форматирование и говорим с тенью бум и у нас появилась такая вот интересная эффект как бы отделение нашего квадратика от от его фона опять же мы не будем сейчас придираться к самим цветам и они не совсем совпадают это вопрос вкусовщины каждый уже здесь будет уже решать для себя что ему нравится какие цвета ему приятные какие цвета с какими сочетаются и так дальше все что здесь приведено приведено исключительно с технической точки зрения чтобы показать как это работает и так мы с вами сделали некую подложку и теперь хотим добавить видео находим то видео которое мы хотим ставить например вот эта вырезка из недавнего утреннего урока нажимаем на кнопочку поделиться копируем эту ссылку и возвращаемся к нашей презентации что мы можем сделать мы говорим вставка видео у нас есть несколько вариантов один из них это youtube на ю тубе кстати вы можете ввести полноценный поиск например видео с равом lightman и тогда здесь в выпадающем меню посмотрите все видео но мы уже нашли это видео вставляем его суда и он предлагает это видео нажимаем на эту кнопочку просто если не нажмем на это поле не появится кнопка выбрать говорим выбрать бум что мы с вами делаем дальше сами чуть-чуть его отформатируем вся проблема заключается в том что youtube очень прикольно форматирует видео и совершенно непонятно для чего добавляет к обычному разрешению именно то которое у нас 6 16 9 добавляет вот эту лишнюю рамку и поэтому это все там перекрашивает но нам с этим делать абсолютно ничего будем жить с этим мы тоже говорим центрировать по странице по горизонтали центрирует по странице по вертикали теперь мы с вами помним что мы можем центрировать все вместе то есть мы выбираем все вместе проверяем что все вы центрировано можем двигать если захотим то есть допустим весят конгломерат он выбранный он уже двигается вместе нижняя подложка подложка и и само видео ну или можем опять же вернуться назад центрировать по горизонтали центрировать по вертикали и так у нас уже с вами появилась страничка с видео для демонстрации если допустим и хотим создать такой эффект предела совершенству нет то есть еще раз если вы не боитесь нажимать правую кнопку вы можете найти тысячи и один вариант вы можете придумать миллионы различных фонов вы можете придумать миллионы различных вариантов подачи текста анимированы не анимированы самое главное что я хотел бы вам сказать не бойтесь нажимать правую кнопку правая кнопка на пустом месте дает вам более общие более общие варианты меню правая кнопка на самом слайде дает возможность работать с этим слайдом правая кнопка на объекте внутри слайда дает возможность дает возможность рабы обрабатывать именно этот объект также есть у нас возможно добавлять ссылки то это менее актуально презентациях больно более актуально в лайнапах пожалуй пожалуй все а и еще как мы с вами сказали в начале очень хорошо когда мы начали с вами с google диск с google drive и сказали что неплохо бы навести здесь порядок да очень важно правильно обозначать наши наши документы вот наш документ над которому работаем он уже появился здесь превью в тестовой папочки но называется презентация без названия и это конечно безобразие как мы можем это переименовать мы можем перебрать это здесь папки или в самой презентации как в это дело мы идем сюда просто кликаем поэтому и говорим встреча десятки 613 и она уже переименована теперь когда мы с вами идем в нашу папочку пожалуйста презентация нет не обновилась еще встреча десятки все уже все обновилась что еще важно рассказать теперь вы хотите поделиться вашей презентации с вашими товарищами это может быть в нескольких вариантах можете скопировать вот эту ссылку и отправить и вы увидите что ничего не произойдет потому что ваш товарищ тут же наткнется на то что у него нет доступа к этому документу и здесь у нас есть такая штуковинка на настройки доступа по умолчанию он дает он дает ссылку которую вы можете скопировать только добавлены пользователям мы с вами хотим поменять это разрешить доступ всем у кого и ссылка нажимаем на эту кнопочку google по натуре очень консервативная очень консервативная организация и они по умолчанию дают уровень читателя то есть человек который получит он сможет только пользоваться этой презентации он не может не оставлять комментариев не редактировать и и это очень хороший вариант если например вы готовите презентацию для кого-то кто просто должен ее показать у нее должен ее редактировать и чтоб по ошибке он не нужно нажимал там не нужных кнопочек но опять же мы говорим о совместной работе мы говорим о том что все мы одинаковые у нас у всех одинаковые права даем редактор копируем ссылку говорим готовы и теперь эта ссылка скопирована в буфер идете вот сап или еще куда-нибудь и отправлять этом по мейлу как хотите есть огромное количество бесплатных background of то есть фоновых файлов на на огромном количество сайтов один из них я выложу в первом комментарии к этому видео когда-то посылал его в чате там есть огромное количество платных огромное количество бесплатных то есть уверен что вы найдете себе тот который вам понравится и нет конца и края различным дизайнерским возможностям которые дает вам этот весьма и весьма простой интерфейс то То есть, еще раз, вы можете менять цвета, вы можете анимировать, вы можете добавлять тени, вы можете центрировать, вы можете делать сложные подложки, которые состоят из нескольких уровней. Вы можете форматировать текст весьма интересными фонтами, то бишь шрифтами, которые дает нам Google. Они идут в него, вшитые в него, то есть не надо их скачивать, они готовы. Очень приятные цвета, приятная цветовая гамма, также, как мы с вами уже изучили, есть возможность добавлять градиент, то есть, когда цвет отличается в разных частях изображения. Что еще мы можем с вами делать? Давайте все-таки с вами повторим пройденное и попробуем поменять наш фон. Вот я взял наш фон, как мы договаривались, то есть, нажал правую кнопочку, сказал изменить фон, выбрать изображение. Выбрал изображение со своего компьютера, добавил сюда, и теперь я хочу, чтобы этот же фон был у нас на всех слайдах, которые мы с вами сделали. Применить-ка, все, бум, и теперь мы с вами идем, и у нас на каждом слайде новый фон. Новый фон требует от нас некоторого изменения параметров наших элементов, потому что они просто не подходят по цвету. Сделаем его более веселеньким, более подходящим под наше новое оформление, и пусть это будет что-то вот такое там зеленоватенькое. Нет, видите, сразу очень плохо становится, контрастность теряется. Хорошо, тогда оставим все как было, и, короче, мы просто вырежем эту фигню. Теперь, если у нас с вами есть два одинаковых слайда, которые, например, отрывок начала и отрывок на завершение, мы клацаем правой кнопочкой по этому слайду и говорим дублировать. Бум, у нас появился слайд. И что мы с ним делаем? Мы берем его мышкой и просто тащим вниз. И что у нас получается? У нас появилось два слайда отрывок начала. Идем сюда, меняем отрывок начала, отрывок на завершение. Меняем текст здесь, и вот у нас уже есть отрывок на завершение. Теперь у нас есть видео с учителем, и, в принципе, мы хотим в конце поставить видео с каким-то веселой песней. Мы говорим дублировать слайд. Берем мышкой, тащим это вниз. Берем видео, удаляем его. И добавляем сюда наше веселое видео для завершения нашей программы. Тут находим нужное нам видео, говорим поделиться. 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 Копируем эту ссылку. Возвращаемся на наш слайд-шоу. Говорим вставка. Видео. Бум. Дальше, опять же, если вы хотите немножко поменять фон и сделать это, вы уже помните, как это делается. То есть, можно выбрать один цвет, можно выбрать градиент. И вопрос все вкуса и наличия свободного времени. Спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что ваши встречи будут проходить успешно. Мы понимаем с вами, что количество дизайнов, которые вы можете добиться таким образом, оно абсолютно не ограничено. Вы можете наслаивать объекты один на другой, вы можете импортировать, вы можете скачивать с интернета готовые темы и менять в них уже под вас ваши дизайнерские какие-то идеи. Самое главное, чтобы ваши встречи проходили радостно, чтобы мы хорошо объединялись. Спасибо за внимание и лехаем.